Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскресе! Воистину воскресе! Мы записываем серию бесед «Жития святых» во свете Библии, чтобы открытым оком смотреть на это. Вопрос 2116. Это мне вопросы задавали в разных учебных заведениях, где я вел занятия. Я на них отвечаю. Это из книги «Открытым оком» 7-8 том. Это восьмой том. Есть ли в истории случаи, когда не евреи обирали людей, а их, самих обманывали? Ответ. Есть примеры, когда еврея обманывают, и он получает милость от святых. Исход 3.22. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей, серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими, и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Мина 11 ноября. Один еврей имел друга христианина. Однажды, уезжая в отдаленную страну, он отдал своему другу на сохранение ящищек с тысячи золотых. Когда он замедлил в той стране, то христианин задумал не отдавать золото еврею по его возвращению, но взять его себе. Что исполнил? Еврей, вернувшись, пришел к христианину и просил возвратить его золото, которое он отдал ему на сохранение. Но тот отказался, говоря, не знаю, что ты спрашиваешь у меня. Ты мне ничего не давал, я ничего не брал от тебя. Услыхав такой ответ своего друга, еврей опечалился и, считая свое золото пропавшим, стал говорить христианину. Брат, никто не знает этого, кроме одного Бога. Если ты отказываешься возвратить мне данное тебе на хранение золото, утверждая, что не брал его у меня, то подтверди это клятвою. Пойдем в церковь святого Мины, и там ты поклянись мне, что не брал у меня ящик с тысячу золотых. Христианин согласился. И они оба вместе пошли в церковь святого, где христианин поклялся еврею перед Богом, что не брал у него золота на сохранение. По совершению клятвы они вышли вместе из церкви. И лишь только сели на своих коней, как конь христианина, стал приходить в бешенство, так что его почти невозможно было сдержать. Он разорвал свою узду, поднялся на задние ноги и сбросил своего господина на землю. Во время падения христианина с коня, с руки его спал перстень, а из кармана выпал ключ. Христианин, поднявшись, взял коня, усмирил его и, севши на него, поехал вместе с евреем. Проехав немного времени, христианин сказал еврею, друг, вот удобное место, слезем с коней, чтобы поесть хлеба. Садя с коней, они пустили их пастись, а сами стали есть. Спустя немного времени христианин взглянул, увидел своего раба, стоящего перед ними и держащего в одной руке ящик еврея, а в другой упавший с его руки перстень. Увидев это, христианин пришел в ужас и спросил раба, что это значит. Раб ответил ему, некий грозный воин на коне приехал к моей госпоже и дав ей ключ с перстень, и сказал, пошли как можно скорее ящик еврея, дабы с твоим мужем не случилось большой беды. И мне было отдано сие отнести к тебе, как ты и приказал. Видя это, еврей удивился этому чуду и, обрадовавшись, вернулся вместе со своим другом к храму святого мученика Мины. Поклонившись в храме до земли, еврей просил святого крещения, уверовав ради сего чуда, свидетелем коего он был. А христианин молился святому Мине дать ему прощение. По ереку он нарушил божественную заповедь. Оба они получили по своему прошению. Один святое крещение, другой прощение своего греха. И пошли каждый к себе, радуясь и прославляя Бога, и величая его святого угодника Мину. Феодосий Печерский, 3 мая. Насколько преподобный Феодосий был настойчив в борьбе с невидимыми врагами, настолько же мужественен в борьбе с видимыми врагами Христа Господа. Он имел такой обычай. Часто встав ночью, тайно от всех, отправлялся он к евреям. И там мужественно вступал с ними в спор о Христе. Когда? И написано, ночью вставал и шел. Он укорял и обличал их, называя их преступниками закона и богоубийцами. Он, как истинный подражатель Христа, страстно желал принять смерть за исповедание имени Его, именно от тех людей, от которых принял смерть и сам Господь наш Иисус Христос. Непонятно почему ночью. И чего ради они ночью собирались. Вот это одно слово. И говорят, вот ночью сейчас я пришел бы к евреям. Ну и кто будет разговаривать? Все спят. Но именно ночью. Чтобы братья не знали, что он тайно уходил. Вот такое все вызывает сомнения. Почему не днем-то? Ну ночью ходить на диспут. Где это было, видно. Ну хотя бы один раз. Тем более он с ними не договаривался, ничего. Явился. Евреи спят. Немногоэтажные дома, отдельные дома. Ну подошел, постучал. Да и он их и не знал, где живут-то. Как их собирать? Кричать начинал. Да ночью чего будут вставать-то? Прогнали его или еще что-то? Ну непонятно. Вопрос 2117. А знаю, что те, которые жития писали, они много придумывали. И веры-то нет этому. Как нужно правильно вести себя с еретиками, когда встречаешься с ними? Ответ. Главное сохранить свою веру неповрежденной. Сумея остановить его лживую проповедь. Другим это разъясни. Но не злись. Титул 3.10. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Первое Тимофея 5.20. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Второе Тимофея 2.17.18. И слово их как рак будет распространяться. Которые отступили от истины, говорят, что воскресение уже было. И разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Эпифаний 12 мая. Приляв этот монастырь, святой выдал множество народа, слушающего учения Иеракса. Все считали его добродетельным, как великого постника, не вкушавшего масла и не пившего вина. Увидав двух странствующих иноков, Иерак спросил их, откуда вы? Из Палестейна, отвечали странники. Спросивши затем их имена, он опечалился. Ему был неприятен Эпифаний, славившийся в Египте своей святостью и мудростью. Не обращая никакого внимания на Эпифаний, он продолжал учить народ. Когда Эритик дошел в своей проповеди до воскресения мертвых и стал учить, что не воскреснут человеческие тела, то Эпифаний, не вынося его заблуждения, обратился к нему с таким словом прещения. Да заградятся уста твои, чтобы ты научился не хулить нашей надежды. И точно заблуждающийся он имел и сделался неподвижен. Свидетели такого чуда пришли в сильный ужас. А чудотворец начал учить о воскресении мертвых, уверяя, что они восстанут в том же, но лишь видоизмененном теле, в каком жили в этом мире. Через несколько часов своей проповеди святой сказал наказанному «Научись истинной вере и учи ей других». Феодосия Великий, 11 января. Безглавные, это по-гречески окефалы, это еретики 6 века, последователи Севера Александрийского. Они не допускали ни епископов, ни священников, ни таинств, и представляли собой крайнюю партию монофизитов. То есть у них не было рукоположения от апостольских времен. Поэтому все сектанты безглавные. Это не безглавные, это не обида, не обзывание. Но нет у них рукоположенных священников, нет таинств, нет литургии. Пахомий Великий, 15 мая. Однажды святому Пахомию пришлось зайти в монастырь, где иноки были заражены еретическими воззрениями. Здесь монахи передали Пахомиевым ученикам, что их начальник предлагает Пахомию вместе перейти через реку, чтобы показать, кто из них прав, кто более угоден Богу. Когда ученики сказали об этом Пахомию, он очень опечалился тем, что его монахи выслушали и передают такое поручение. Пахомий сказал им строго, еретик может перейти через реку по поверхности воды, как проходят по суше, по попущению Божию, и при помощи сатаны, желающего утвердить его в его нечестивом веровании, и других склонить к этому верованию. Теперь идите и скажите этим людям, «Служитель Божий Пахомий говорит, мои труды и заботы направлены не к тому, чтобы перейти через реку пешеходам, но к тому, чтобы избежать наказаний Божиих и перейти через ту огненную реку, через которую мы все люди должны перейти перед престолом Господа нашего Иисуса Христа». Об этой реке написано у Даниила, перед престолом огненная река, и что через нее надо все будут проходить, правильники, как солнце воссияют, а грешник выйдет, как обгорелая головня, ибо огонь испытывает, в огне открывается, вот про эту реку. Сверх того Евангелие говорит, «Не искушай Господа Бога твоего». Святой Пахомий в предложении еретиков видел козни сатаны, желавшего чудесным явлением поколебать в монахах веру и возбудить в них тщеславие. Он убеждал учеников не склоняться когда-нибудь на что-нибудь подобное и не поддаваться тщеславию. Но когда православные сами предлагают, давай зайдем в огонь, кто будет? Еретики отказываются, вот они, видишь, боятся. В данном случае оправдывают, это тоже искушение, в огонь войду, а по воде не пойду. Значит, он знал, что утонет. Кирилл Александрийский, 9 июня. Несторий занимал Константинопольскую кафедру с 428 года до 431. До своего избрания во епископа-столист он был пресвитером Антиохии. Он отмечался аскетическим направлением жизни и начал свою деятельность в церкви, постригшись в монахи. Сверх того, Несторий имел склонность к учености и славился своим плавным и звучным ораторством. Но в то же время его обвиняли в гордости и честолюбии. Говорили, что любовь к славе заставляла его прибегать к показной святости в его жизни и к высокопарному слогу в проповеди. Как бы то ни было, он до своего избрания на Константинопольскую кафедру пользовался хорошей репутацией. Вдобавок к его личной славе особое доверие к его имени внушало в Константинополе то обстоятельство, что он вышел из одной и той же церкви с выхосочтимым Иоанном Златоустом. Сделавшись епископом столицы, Несторий показал себя на первых порах ревностным поборником православия. Проповедуя в соборном храме в день своего вступления в Сан, он обратился к императору со словами «Дай мне землю, очищенную от еретиков, а я в свою очередь дам тебе Царство Небесное». Слова эти встречены были громким одобрением, но последующие обстоятельства показали, что Несторий сам был не тверд в православии и являлся волком в овечьей шкуре. Прочитавши книгу, я увидел в конце ее два слова нечестивого истории и таким образом познал, какой именно враг пресвятой владычества был у меня в келье. В книгу так как, книгу называют. Тогда вставший я понес книгу к тому, кто дал мне ее и сказал, «Ну, брат, возьми твою книгу. Я не столько получил от нее пользу, сколько вреда». Он спросил меня, «Слава Иисусу Христу! Чем книга ему причинила мне вред, а не пользу? Я рассказал ему о бывшем мне видении, что Божья Матерь не хотела к нему даже заходить в келью, потому что у него враг. Какой враг? Он стал смотреть книга, и в конце там еретическое было написано. Тогда он, исполнившись божественной ревности, вырезал из книги два слова неистория и сжег их в огне со словами «Пускай не остается в моей им келье враг владычести нашей Богородицы и присты Девы Марии». Александр Невский, 30 августа. Правда, татары потребовали от русских поголовную очень тяжелой дани и беспрекословного исполнения всех их требований. Но они не беспокоили их своими набегами, жили вдали от них, оставили неприкосновенный порядок к русской государственной жизни. И что особенно было важно, русскую веру, эту основу гражданского порядка Древней Руси и залога ее будущего возрождения, освобождения от тяжкого, тяжелого ига. Уже давно со стороны Папы раздавался призыв о необходимости бороться против хизматиков, силуя меча, потоками крови, привести их в подчинение Папе и католической церкви. Татарский погром представлялся для этого, по-видим, очень благоприятным временем. И неудивительно, если призыв к борьбе против православия стал настойчивее раздаваться со стороны высшего представителя католической церкви и внимательнее выслушивался некоторым из его духовных чад. Но в лице благоверного князя Александра Ярославича Господь возвик такого могущественного непобедимого защитника православной веры, против которого ничего не могли сделать католики. Вопрос 2118 Насколько самостоятельна была церковь после Константина? Как себе общины избирали епископа? Были ли среди епископов-веретиков добрые нравом? Или они все хуже наших епископов? Ответ Самостоятельности никакой больше никогда и до нашей гнеи в церкви не было. Кого пришлет сверху, тот и будет править. Иногда даже не сам император решал, а жена его, как и в доксе Аркадия, свержнувшая златоуста и доведшая его до смерти. Случалось, что иногда писали православные и о еретических епископах не так уж худо. Надо полагать, что еретик действительно выделялся даже на фоне своих противников. А нынче, если сравнить с еретиками наших епископов и священников, то мы почти всегда будем в проигрыше. Надменность, недоступность, щиванство и самомнение православных епископов не знают границы. 1 Тимофея 3.2 Но епископ должен быть непорочен одной жены муж, стерезов, целомудрен, благочинен, честен, странно любил, учителен. Титу 1.7 Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец. Если только по этим двум указаниям перетрясти епископат священства, то служить некому будет сегодня. По этим параметрам они не пролезут в списки кандидатов к своим амофорам. Евсевий Самосадский, 22 июня По смерти, недолго царствовавшего благочестивого царя и авиана, вступил на престол Валент, и еретики снова возвратились к своему узловерию, как псы на своей блевотины, прежде всего совратив царя в орианство через жену и в орианку Домнику. Православная церковь снова стала терпеть притеснения, и епископы ее подверглись изгнанию. На место Евсевия в Самосаде был назначен арианами епископ Арианин Евнобий. Когда Евнобий вступал в город Самосаде для управления паствою, никто из жителей города, ни богатый, ни нищий, ни художник, ни земледелец, ни муж, ни жена, ни старый, ни молодой не вышел к нему навстречу. Весь город, будучи правоверным, не желал почтить еретического епископа, ни принять от него благословения, ни даже видеть его. Евномий царской властью принял в управление епископию и стал совершать службу в соборной церкви. Народ не стал ходить в ту церковь, а также и в дом архиерейский, не любя архиерея и еретика. Ввиду этого Евномий постоянно находился один, исключая тех, которые с ним пришли. О нем рассказывают, что хотя он был еретик верою, однако нравом своим был добр, кроток, тих, смирен и ко всем любезен. О добронравии его рассказывают следующее. Однажды он вошел мыться в общую баню, и слуги по обычаю той страны затворили за ним двери, чтобы не вошли другие туда, где моется епископ. И в доме, узнав, что многие стоят у дверей, желая мыться, приказал слугам отворить двери и впустить всех желающих мыться с ним вместе. Вошедшие в баню, видя епископа, сидящего в теплой купели, не пожелали сесть и стояли перед ним, оказывая ему этим честь, почесть. Епископ предлагал войти им в ту же купель, где он находился, но пришедшие отказались. Понял тогда епископ, что пришедшие из-за него стоят и не желают мыться. Затем он сильно опечалился, вышел из купели и удалился из бани, не желая, чтобы его почитали. Оставшиеся в бане тотчас вылили воду из купели, как оскверненную омовением еретика. И самую купель хорошо омыли, внушаясь в присутствие в ней еретика. А уж затем, согрев новую воду, устроили себе купель. Узнав о семье, в номе окончательно убедился, что не может привлечь к себе народ Самосадский. Оставил епископию и удалился из города. Однажды много мальчиков на улице по детскому обычаю играли в мяч, перекидывая его от одного к другому. В это время пришлось полежать здесь епископу. Случайно мяч упал под коней и колесницу епископа. Дети, видя это, громко стали кричать «Мяч осквернился еретичеством!» «Мяч осквернился еретичеством!» Услыхав крик, епископ оставил одного из своих слуг узнать, что делают дети, и ради чего они так громко кричали. Дети развели огонь и через пламень стали перекидывать мяч, думая этим огнем очистить мяч от еретичества. Так не только взрослые, но и малые дети гнушали с еретичеством епископа, который был как мерзость запустения на святом месте. Сравни Даниила 9.27 Вопрос 2.119 Еретики боролись с православными только идейно? Или они применяли физическое воздействие? Они такие же, как и мы, хотя нас и осуждают? Ответ Согласно житии, еретики мучили, казнили, сажали и убивали православных, когда на стороне еретиков были цари. 2 Тимофея 2.25 С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Титу 1.13 Свидетельство это справедливо, по сей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере. В Аркеан 25 октября Особенно орияне усилились с того времени, когда и сам царь Констанций, сын Константина Великого, впал в ту же ересь. Так они были виновниками в изгнании и смерти святого отца нашего Павла Исповедника, патриарха Константинопольского. Отославши его в Армению, они научили своих единомышленников удавить его, что те исполнили. Ранее они состояли при упомянутом святом Исповеднике Павле. Баркеан с чтецом, а Мартирии под яконом. Были же они нотариями, писавшими учения патриарха и излагавшими деяния, коими утверждалось благочестие. Вместе с тем, они и сами были великими проповедниками Слова Божия и поборниками церкви, которую они, подобно двум щитам, защищали от еретических стрел. Прежде всего, еретики, скрыв свою злобу в лукавстве, как искру огня в пепле, они пытались с хитрой вестью обратить их от православия к своему исчезтию. Вопрос 2120. Идолопоклонство крепко пустило корни в нашей жизни. На каком основании проводилось искоренение веры в ложных богов? Ответ. Ветхозаветний дух поборал евангельскую заданность на проповедь, поборол. Пошли путем насилия. А это возможно только с помощью царской власти. На этом все и строилось. Получить разрешение у императора, чтобы отобрать храмы, чтобы крушить идолов. И этим методом продолжают бороться с неугодными по сей день. Отобрать храмы, монастыри, часовни, как у зарубежной церкви отбирали все в Иерусалиме. И этот высев был сделан по благословению церковных властей. И плоды растут и пожинаются ныне. Господь же Христос послал проповедовать, убеждать людей, чтобы Бог пробудил сердца людей, дал им веру. Слово «благовестие» в Библии сказано произносится 107 раз в помощь проповедникам. А разрушать идольские клубы, стадионы и дома культуры безбожников на это нет даже намека. Но однако этим разрушением занимались в Греции. И с этого началось крещение Руси. Деяние 5.42 И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Деяние 8.4 «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Деяние 8.40 «А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». Иулий, пресвитер Иулиан Диакон. 21 июня «В то время среди пшеницы святой веры еще было много плевел и долопоклоннического заблуждения. Хотя Восток и Запад находились в то время уже во власти христианских царей и благочестие всюду процветало, однако елинское нечестие не было еще истреблено до конца, в особенности поселением, где люди в неразумной слепоте еще держались древнего идола служения. И вот сие два раба Христова, преисполненные ревностью по Боге, прибыли в царь-град к благочестивому царю Феодосию Младшему и просили дать им царскую его грамоту, дабы им беспрепятственно можно было в греко-римской области уничтожать идолов, разорять и сжигать капище и посещать рощи и сады, насажденные в честь идолов и взамен того созидать храмы Божии и распространять славу имени Иисуса Христа. Царь дал им на это разрешение, подтвержденное грамотой, в которой было присоединено повеление, чтобы везде, по окрестностям и городам, все правители и пархи, областеначальники князья, различные становники и градоначальники поминовались Иулию и Иулиану во всех делах и настроения храма Божьих доставляли им все потребное. Вопрос 221. Почему Бог попускает приходить к святым людям, таких людей, которые поносят, мешают творить дело Божие? Ответ. Необожженный горшок развалится от воды. Дерево, стоящее среди других, имеет слабые корни. Кто не тренирует свое тело, здоровье того слабое. Бог допускает испытания для выявления любви верных. Так было у многих святых. 1 Петра 1, 6, 7. А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. К похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа. Савва священная. 5 декабря. Преподобному Савве шел тогда 48-й год жизни. Все время явились в лавре некоторые иноки, развращенные, плотоугодники. Иуды 1, 19. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Как сказано в Писании, которые изданно несправедливо обвиняли святого и всячески его огорчали. Так что среди пшеницы часто вырастает плевелый терн в винограде. Так и из числа апостолов один оказался предателем. А у Елисея был неверный ученик Геезий. Сие развращенные братья, лучше сказать, лже-братья, замыслили зло на святого и пошли во святой грак к патриарху с просьбой, поставить им игумена. На вопрос, откуда они, они отвечали, мы живем при одном пустынном потоке. Таким ответом они хотели скрыть имя блаженного Савы, так как знали, что имя его славно и все с любовью помнят о нем. Много раз спрашивал их патриарх и добивался ответа, откуда они? Они против воли сказали, что они от потока, который зовется по имени некого инока Саву. Патриарх спросил, «А где же Сава?» А они же, не отвечая на вопрос, начали клеветать на блаженного, говоря, что это грубый, неумелый человек, что не может руководить такой многочисленной братьей, не может по своей грубости и невежеству управлять такой лаврой. Они прибавили к своей клевете и то еще, что Сава не сам не хочет принять посвящение, священники, и никого из братья не позволяет. При этой клевете их перед патриархом случилось быть одному честному и достопамятному мужу по имени Кирику, пресвитеру Преславной Церкви Воскресения Христова и Хранителю Животворящего Христа Господня. Услышав клевету, он спросил, вы приняли Саву на то место или Сава вас принял-то? Они отвечали, Сава принял нас, но он группы не может управлять нами, когда мы умножились. Тогда Кирик сказал им, если Сава смог собрать вас в том пустынном месте, то тем более он может с помощью Божьей и пасти вас. Они ничего не могли ответить вас и замолчали. А патриарх, отложив испытания до утра, тотчас послал за святым Савою, с честью приглашая его, как будто по какому-то другому делу. Прибыл блаженный, а патриарх ничего не сказал ему о клеветниках, и клеветникам не сказал ничего, и не обречал их, но тотчас посвятил преподобного Саву, хотя и против его воли в пресвитера. Посвятив его, он сказал клеветникам, вот вам отец ваш и игумен, вашей лавры, избранный свыше Богом, а не людьми. Я только утвердил божественное избрание. Сказав себе, патриарх взял с собой святого Саву и инаков тех, и отправился в лавру, осветил созданный Богом церковь, благословил всю лавру, и, наказав все братья и повиноваться своему игумену, блаженному Саве, возвратился назад. Отсюда он и получил наименование от священного, то есть по нынешнему слову употреблению, иеромонаха, ибо в те времена монахи и игумены вообще в редких случаях принимали священство. Пахомий Великий, 15 мая. Аминь. Аминь.